приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет мы рассматриваем воскресное рядовое евангельское чтение и сегодня у нас текст посвященный женщине хананеенки на самом деле это очень такой вот интересный хотя может быть где-то привлекаемый текст а вообще он о великом испытании о великом испытании через который зачастую господь проводит человека и мне хочется для начала все-таки вот прочитать сам текст он очень небольшой и выйдя оттуда иисус удалился страны тирские и седонские и вот женщина хананеенко выйдя из тех мест кричала ему помилуй меня господи сын давидов дочь моя жестоко беснуется но он не отвечал ей ни слова и ученики его приступив просили его отпусти ее потому что кричит за нами он же сказал в ответ я послан только к погибшим овцам дома израилева а она подойдя кланялась ему и говорила господи помоги мне он же сказал в ответ не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам она сказала так господи но и псы едят крохи которые падают со стола господ их тогда иисус сказал ей в ответ о женщина велика вера твоя да будет тебе по желанию твоему и исцелилась дочь ее в тот час вот братья и сестры зачастую мы хотим чтобы господь сразу нам подавал какие-то чудеса мы помолились и тут же вот все нам да допустим заболел помолился тут же исцелился не готовился к экзамену помолился и тут же сдал на отлично иногда кстати бывало такое я не успели подготовиться но помолились и действительно им выпадал вот тот билет единственный который они выучили в этом они видели такой промысел божий но вообще-то почему господь вот он понимаете должен бегать как на побегушках за нашими просьбами мы всегда хотим чтобы нам господь подавал чудо чтобы господь исполнял нашу волю ну а сами мы волю божию исполняем или нет вот если мы сами волю божию не исполняем то почему мы хотим чтобы господь всегда исполнял нашу волю вот и поэтому конечно господь лучше слышит таких людей как преподобный сергий радонежский серафим саровский поиси святогорец блаженная матрона старится да потому что они волю божию исполняет а вот на мы не всегда исполняем поэтому может быть и не нужно тоже вот так вот спешить сразу нашу волю исполнить и так вот текст перед нами и выйдя оттуда иисус удалился в страны тирские и седонские то есть обычно то мы все время думаем что господь вот он находился где-то среди иудейских территорий на самом деле зачастую не так вот собственно в иудее господь ходил не так много и в иерусалиме он вообще появлялся редко а больше он ходил где-то там галилея а иногда даже он ведь и выходил за территории богоизбранного народа и посещал вполне языческие места причем удивительно что евангелист не не объясняет почему из-за чего но вот святые отцы может быть так вот они толкуют что иногда господу тоже нужно было побыть где-то в уединение чисто вот по-человечески чтобы возвратить себе силы и побыть просто вот с учениками своими так как на территории иудейских мест там постоянно толпы людей его окружали теснили и им некогда было побыть наедине и и вот так или иначе но господь туда выходит и вдруг оказывается что и там про него уже знают про господа и там уже слышали и женщина хананеенко выйди из тех мест а вот она спешит к нему а вспомним кто такие хананеи вот братья сестры это очень важно вспомнить это не просто вот какие-то там язычники а это язычники изгнанные с территории святой земли вот когда господь из египта выводит богоизбранный народ он говорит я веду вас землю там хананеев и его сеев ферезеев землю текущим молодого молоком и медом и вот я вам даю а вы должны ну так сказать вот для себя это место освободить ну понятно это были конечно такие жестокие в общем-то жесткие ветхозаветные времена но так или иначе вот эти языческие народы которые не хотели почитать единого истинного бога который зачастую в жертву приносили в древние времена своих собственных детей и вот они были изгнаны с территории святой земли и продолжали жить где-то вот рядом и какое удивительно дело когда богоизбранный народ сомневается относительно христа и еще редко кто признавал его за мессию мессии сын давидов да то вдруг тут вот находится вот эта женщина хананеенко которая кричит буквально помилуй меня господи сын давидов сын давидов это мессия в данном случае понимаете это тот вот обетованный царь который должен воссесть на престоле давидова из рода царя давида и быть господом для всех людей и удивительное дело вот это вот женщина вроде бы из отверженного хананейского народа она исповедует христа мессии истинный мессии это значит что у бога никакой народ не отвержен и рано или поздно все призываются к благой вести о чем же она кричит дочь моя жестоко беснуется вот это конечно горе неописуемое и для любой матери это просто вот крушение всего в жизни когда страдает именно ребенок а тем более если это одержимость и собственно говоря вот в евангелии мы видим что как бы такое столкновение двух сил чтобы когда господь приходит он это ведь приходит сам господь свет истины мир а люди страдали именно от подчиненности бесам из-за своих грехов конечно и впервые в истории вот господь на земле очень легко начинает освобождать людей от без новатости от одержимости одним прикосновением одним словом и темные падшие духи в страхе просто вот разлетаются разбегаются выпрыгивают из людей или как там еще у покидают насиженные свои места но так или иначе их царство рушится но тут вдруг мы видим что вот такой милосердный господь спаситель который всем помогает зачастую сам ищет кого бы исцелить тут вдруг он не отвечал ей ни слова и вот братья сестры это как раз урок всем нам когда мы молимся мы хотим чего-то достичь а в ответ как будто тишина и как будто ничего как будто господь не слышит в общем возникает именно у нас такая мысль что мы молимся а бог нас не слышит и не обращает на нас никакого внимания вот я помню как один знакомый достаточно дружный мысли были семинарист как он когда закончил учебное заведение а ему надо как бы и жениться чтобы потом принимать священный сан и вот он такой скорби говорил что вот я никак не могу ни с кем познакомиться и я говорит вот молюсь молюсь и мне кажется что чем больше молюсь тем не хуже становится даже если кто-то вроде бы находится из лиц женского пола то все разваливается рушится ничего не получается и чем больше молюсь тем хуже становится то есть господь наоборот все там закрывает все пути и вот зачастую у нас такое бывает какое-то время и это для нас как раз и есть испытание как и для этой женщины господь делал испытания и когда и мы как она вот смиряемся то потом все оборачивается вдруг невероятно удивительным дарами потом он просто вот удивительно познакомилась как раз с прекрасной такой вот девушкой благочестивые очень им они поженились и у них вот детки многодетная семья и он стал сам прекрасным священником и кстати он тоже прекрасное толкование написал на вот этот именно текст про веру женщины ханаанки и о том что иногда нам кажется что будто бы бог нас не слышит на самом деле господь нас слышит всегда но вот в данный момент спаситель ее испытывает и он не отвечает ей ни слова что по тем временам вот в то время это конечно же считалось таким вот оскорблением да когда ну допустим ты кому-то подходишь и обращаешься с каким-то словом а он на тебя не обращает внимание как будто тебя нет как будто ты какое-то пустое место то есть но вот здесь смотрите как по-разному все себя ведут и вот ученики его приступив просили его отпусти и потому что кричит за нами значит они как что ведь что вот она кричит просит а спаситель никак не реагирует и поэтому они говорят ну ты уже отпусти ее на самом деле там по-гречески а полю отпустили то есть ну как бы отправь ее с миром скажи ей слово что ну пусть уже идет чтобы уже не утомляла нас она слишком своими криками то есть на самом деле ученики здесь тоже не проявляет какого-то милосердия вот это отпусти ее не значит что исцели ее дочь и вот она уйдет с исполненной просьбой а просто как бы отпусти ну отправь ее уже скажи какое слово чтобы она ушла и уже не мешало нам спокойно пребывать друг с другом а то вот она кричит вот так они тут вдруг сам спаситель тоже произносит нечто такое достаточно жесткая он же сказал в ответ я послан только к погибшим овцам дома израилева то есть как бы получается что он только для израильтян ну действительно вот когда только-только начиналась проповедь христова и когда сам господь апостолов по двое направлял на проповедь он говорил им на путь язычников не ходите и в селение самарянске тоже не входить а вот только идите к погибшим овцам дома израилева но при этом сам спаситель говорил что есть еще и до есть еще и овцы не от двора сего иные овцы не от двора сего которых не следует привести а уже после воскресенья он говорит идите проповедуйте всем языком всем язык всем народом и там буквально на самом деле этно этнос это как бы это язычники именно то есть проповедуйте всем язычникам но общие вот изначально план какой был и пророки об этом предвещали что вот есть богоизбранный народ который хранит веру единого бога и вначале мессия дается внутри богоизбранного народа так что там он должен был быть принят а после этого он просвещает уже все другие народы как бы все поэтапно за счет того что израильский точнее иудейский народ хранил веру в единого истинного бога а тут получилось так что из богоизбранного народа только вот апостола но еще кто-то остальные отвергают но все равно спаситель как бы соблюдает вот этот порядок что начале богоизбранному народу которые хранили веру в единого истинного бога а потом те тем кто не устоял изначально в вере тем кто служил богам а боги на самом деле это были бесы искушающие людей и вот за это и давалось на самом деле одержимость то что люди языческих народах они постоянно находились таком демона поклонничестве и вот спаситель говорит что нет я вот только к погибшим овцам дома израилева это новое испытание но как реагирует посмотрите сама эта женщина хананеенко она подойдя кланялась ему и говорила господи помоги мне то есть посмотрите в начале он даже не отреагировал затем он говорит что я вот к язычникам как бы не имею никакого отношения как будто бы не имею но она при этом проявляет уже смирение она кланяется говорит господи помоги мне и вот тут братья сестры это вот уже прямо для каждого из нас огромный урок вот тут он говорит самое потрясающее он же сказал в ответ не хорошо взять хлеб у детей и бросить сам вот представьте что если вы пришли куда-то в храм да и вы там надеетесь получить какую-то милость до от господа какую-то какое-то благо и вдруг встречаете откровенное такое хамство от кого-то кто-то на вас ушат воды выливает и вот многие тут же ломаются в этом искушение и как сказать вот это вот обидчивая такая болезненность и она показывает что у нас не хватает смирения чтобы пройти вот это испытание и быть действительно вместе с господом который терпел любые оплевания и любые оскорбления вот у меня одна знакомая женщина лидия сергеевна она рассказывает я говорит как-то вот но она в лавру ходила потом решила в храм поближе пойти вот я захожу в храм ну а у нее ноги больные вот она присела в одном месте и вдруг говорит ко мне подскакивает сотрудница храма говорит что вы сели это вот не ваше место нельзя я говорю тут же поднялась говорю простите и вот перешла в другое место там присела через несколько там секунд та же самая сотрудница подскакивает нет вы тут тоже не неправильно сели это мне не положено вам здесь сидеть станьте но я говорю тоже говорю ну извините вот поднялась и в третий раз где-то там говорит сама себе внутри я говорю чувствую что это же ведь на самом деле идет искушение испытания а раз так то значит меня господь испытывает и значит именно в этом храме я как раз и должна находиться вот если я пройду правильно это испытать и вот говорит как только я приняла вот эту мысль что так меня господь испытывает чтобы я по гордости своей болезненности обидчивости ранимости не убежала из этого храма вот я как раз здесь и останусь и со смирением это прямую говорит вот как только я внутренне вот это для себя усвоил тут же вдруг эта женщина подходит говорит ой вы меня простите пожалуйста я даже не знаю что такое на меня нашла что я на вас так вот резко отреагировала то есть на самом деле это господь тоже так испытывает людей испытывает насколько мы прочны в своей вере насколько мы пригодны для храма а если мы заваливаемся в сторону только того что кто-то нам чего-то сказал но каких же мы христиане да то есть кто-то чего-то сказал мы разобиделись повернулись ушли и и уже не вернулись и не вернулись до самого поднимого возраста когда уже там перед смертью надо исповедоваться причаститься то то простите это гордыня она и вот никак не подходит а господь испытывает нас очень жестко и вот в данном случае спаситель этой женщине он именно так отнесся с таким испытанием то есть представьте что даже вот по-человечески такое вот вы что-то просите а вам скажете нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам то есть как же я там у своих возьму а тебе там какой-то собачки брошу то есть понимаете это чисто по-человечески даже неприлично и тут вот происходит самое невероятное вот эта женщина уже смирилась окончательно и говорит она сказала так господи то есть она признает да я согласна что я вообще вне всего этого вне удела избра избранных вне удела спасенных но ведь и псы едят крохи которые падают со стола господ их то есть но ведь кто-то же обронил какую-то крошечку может быть и мне она как раз вот перепадет для моей дочери вот здесь и как раз понимаете братья сестры раскрывается вот тайна духовной жизни вот это вот нищета духовно блажены нищие духом ибо их есть царствие божие то есть вот это вот тайна смирения о чем святые отцы постоянно писали это есть как раз вот то что у у женщины хананейнки в душе совершилось вот в одном из древних потеряков повествуется как к старцу одному привели тоже кстати вот бесноватую одержимую женщину и старец говорит именем господа иисуса христа вот и выходи за этой женщин а без ему обращаются к нему ну я выйду только ты скажи мне кто овцы а кто козлище вот помните спаситель описывая суд говорил что те кто справа руки станут этого как овцы придите благословенные отца мы наследуйте царствие уготованы вам от сложениями а слева как козлище то есть отвержены и вот спрашивает без только ты мне скажи кто овцы а кто козлище и старец ему по простому смиренно отвечает козлище это такие как я а овец знает аганцев знает бог и без не ожидав такого смирения говорит выхожу ради твоего смирения тут же покинул эту женщину то есть бесы они как раз бояться именно силы смирения и смирение исцеляет смирение как раз совершая чудеса и смирение спасает душу человеческую возводит ее на небеса и вот эта женщина признав себя равный сам и просив же хотя бы крох от со стола господ признавши что она вовсе не в ряду этих господ вот она как раз и познала эту тайну тайна смирения а значит и тайна спасения ну к слову все таки я добавлю что на самом деле по-гречески когда спаситель я говорил то там не совсем все таки собаки это иудеи да иудеи язычников называли собаками как бы не чистыми до животными а спаситель там по-гречески кинорион не собаки а щенята то есть он как бы смягчает он говорит что не хорошо взять хлеб у детей и бросить щенятам бросить таким маленьким собачкам как бывает в домах маленькие небольшие собачки которые тоже питаются какими-то крошечками которые даже может быть дети со стола берут и бросают этим маленьким собачкам то есть спаситель как испыт испытывает и женщин он к ней на самом деле не так жестоко обращается он как бы ласково смягчая но все равно смиряет ее и вот когда она до конца смирилась что называется до зела смирилась тогда иисус сказал ей в ответ о женщина велика вера твоя да будет тебе по желанию твоему исцелилась дочь ее в тот час вот на самом деле вот эта великая вера она и была связана с ее великим смирением гордый человек не может быть верующим это на самом деле так в евангелии там тоже спаситель говорил как вы можете веровать принимая славу друг от друга а славы которые от единого бога не ищите то есть гордый человек который принимает славу от других и сам себе ищет славу он не может быть вечер он только формально верующий а вот смиренный человек который свое я истукан своего я не спровергает он как раз у него и вера родится в душе потому что он не себя в своем сердце возвеличивает а он возвеличит в своем сердце господа и все вот это испытание даже вроде бы с таким вот унижением господь проводил для того чтобы показать величие веры этой женщины хананеенки величие ее смирение показать за счет чего только и может исцеляться душа и по молитве смиренных людей исцеляются другие вот по молитвам по просьбе этой смиренной женщины исцелилась от беса ее дочь в тот же час так что братья сестры постараемся именно смирение стяжать пред господом если нас кто-то оскорбляет в храме или вне храма то примем это как божие испытания когда нас тоже приравнивают каким-то собакам или когда мы обращаемся нас не слышат нас игнорируют как будто нас и нет мы пустое место ну что ж тогда так и скажем да мы видимо по своей жизни действительно есть пустое место в господи прости нас грешных и вот такая молитва совершить чудеса а если мы даже вот о чем-то просим а господь поначалу не помогает вот как этой женщине то значит надо терпеливо молиться дальше потому что сама молитва это уже великое сокровище это уже общение с господом самое главное чтобы такая молитва исходила из чистого и смиренного сердца храни всех господь дорогие братья и сестры